Всем привет! Я Алексей Колесников, профессионально занимаюсь фристайл-мотокроссом. Сегодня посетил чудесный магазин Байкленд, приехал в гости к своим партнерам на Щелковское шоссе. Что я хочу сказать, проходя мимо буквально, я наткнулся на стенд, считаю, что с наболевшим вопросом, с наболевшей историей сумок, спортивных сумок, поскольку вот этот предмет, он, я считаю, что просто неотъемлемая часть для любого мотоциклиста, кого угодно, велосипедиста, сноубордиста, лыжника, да и в принципе спортсмена. В чем особенности? Понятно, что когда ты делаешь сумку весом 20 или 30 кг, это уже далеко не просто положить туда двое штанов, две джерси, перчатки. У этого огромный вес, постоянно аэропорт, ступеньки, подъезды, уезды, закидывание в машину, из машины. Соответственно, для этого необходим просто, необходим очень плотный сверху материал, который не рвется, который не прорезается, который просто так даже там банально не поджечь, ну и так далее. Следующий момент немаловажный, это колеса. Колеса. У меня сколько сумок до этого у меня не было, как бы все они отваливаются, у всех вот так вот скот развал сразу, колеса в разные стороны. И долго это не работает, потому что, я говорю, когда у тебя там одна поездка в году, может быть разницы нет никакой, но если ты действуешь постоянно и у тебя периодичные перелеты, переезды и так далее, это просто необходимо. Стоят алюминиевые суппорта, просто кучуковые покрышки. Она идеально катается, колеса никогда, ни разу за 10 лет использовали, никогда в жизни у меня ничего не отваливалось, не сгибалось и так далее. Верхний кармашек, ну понятно, что достаточно банально для чего-то. Давай посмотрим на размер. Каркас, ровный абсолютно, да, то есть очень много места здесь, ну просто супер много места, на самом деле влезает абсолютно все. Следующая здесь есть вот такая вот прокладка, которая просто комбинируется, модернизируется. Здесь вот липучки, также липучки расположены в стенках самой сумки. То есть ты можешь просто сделать одну стенку, вторую стенку, то есть комбинировать в принципе так, как хочется тебе. Допустим, если нужно использовать, вот у нас уже получается отсек под шлем, или например там под мотоботы, или под чистые там джерси и штаны, вот сюда там докладываешь все основное. Вот в этот карман еще один на молнии, который, прошу заметить, да, что находится всего лишь вот в этом, вот в этом всего лишь верхнем слое. Сюда можно убирать там гетры, например, там, да, или какие-то бинты, стяжки. И самая грамотная вещь в этой сумке то, что ты можешь разделять экипировку после выступления, да, то есть есть термокарман. Вот эта верхняя крышка, вот эта верхняя крышка, она закрывается на молнии и тебе позволяет просто супер легко разделить чистые, например, вещи от уже использованной экипировки. ОДЖО РИК 9800, эта модель, вот, в данном случае они представлены в заводских цветах КТМ. Сумки абсолютно идентичные, плюс-минус отличаются по дизайну, кому какая больше нравится. Оранжево-синий, черно-оранжевый цвет, у меня вот прямо, вот такая вот, точно один, один в один. Также есть еще вот такая вот версия, та же сумка ОДЖО, немножко попроще, попроще модель, которая просто, ну, я считаю, что подходит для элементарных перемещений в машине, для складывания экипировки, да и вообще всего, всего, всего того, как бы, что нужно сложить. Она легче, это однозначно ее плюс. Да, у нее нету такого жесткого каркаса, как у РИК 9800, вот, но, тем не менее, огромная вместимость, огромный, огромный литраж и удобство, функционал. Что еще, кстати, один немаловажный момент, пожалуй, единственный минус РИК 9800, вот такой вот версии, это ее вес. Пожалуй, единственным минусом вот этой чудесной сумки является то, что у нее изначально ее номинальный вес достаточно большой, но все-таки за счет плотного материала, за счет толстого пластика везде, да, за счет алюминиевых суппортов, там, твердых ремней, колес, опять же, достаточно массивных. Вот, эта сумка гораздо легче, да, она послабше каркас, но она легче. И, тем не менее, она также позволяет складывать все, то есть, ну, достаточно проста в эксплуатации, но вот такая разновидность тоже присутствует. Вот на этом мини-стенде расположены спортивные сумки а-ля рюкзаки, все с лямками, да, то есть это просто спортивная сумка, с которой можно ходить там в зал, которую можно носить там через плечо. Здесь основной отсек, кроссовки, спортивные вещи, еще куда что-то, маленький карман, очень удобно здесь с сеточками с разными, вот, там, документы, специальный мешочек, который не промокает, какой-то термо, а-ля термопакет. Вот, здесь вентилируемая вещь, очень удобно после тренировки сбросить сюда, там, использованные грязные, там, майки, носки, шорты, все, что угодно. Закрыл, и он у тебя полностью изолирован от основного отсека, чтобы там, ну, все это не прело в кучу вместе там с остальными вещами, может быть, с какими-то чистыми вещами. Аналог точно такой же, вот, есть также в цвете синий-оранжевый-черный, есть строгие стандартные цвета КТМ, черно-оранжевый цвет, тоже аналог, такая же, в принципе, спортивная сумка. Рюкзак, рюкзак КТМ, рюкзак, в принципе, я считаю, что у каждого мотоциклиста, не знаю, я, например, без рюкзака вообще жить не могу, это моя повседневная вещь, в которой у меня всегда компьютер, в которой у меня всегда ключи, там, паспорт, документы, блокноты, мои ежедневники, все то, что мне позволяет, в принципе, и поехать на тренировку, и если вдруг у меня что-то там стрянет, я могу сразу поехать на встречу, делать какие-то дела, достать ноутбук, когда мне нужно, там, да, что-то там порешать, ну, поработать и так далее. Косметичка, спортивная косметичка, очень удобная вещь, у меня немножко не такая, но наподобие, смысл тот же. Удобно в чем? То есть ее можно также всегда держать в большом риге 9800, можно с собой в рюкзаке, можно куда угодно. Ты, не знаю, там, на треке отгонял, идешь там помыться, переодеваться, большой технический крючок, который можно там не просто где-то там в ванной повесить, да, вот этот крюк, его можно зацепить и за окно машины, и за ручку автомобиля, и, учитывая его размер, можно там банально повесить на любое, там, за любое ограждение, куда угодно. Всегда мой совет всем, как я всегда говорю, да, немаловажно, результаты результатами, но также немаловажно просто сама ситуация, это подход к снаряду, отход от снаряда. Допустим, взять такую на поясную сумку и поехать по лесу, сложив в нее все, ты получишь гораздо больше кайфа в случае, когда тебе нужно там достать телефон, а он у тебя там не промок и не кончился, да, что у тебя всегда с собой есть инструмент. Это гораздо лучше, нежели там сматывать в пакеты, как по старинке, там, набор этих ключей, которые по дороге обязательно где-то там потеряются, и в итоге вроде поехали кататься и получать удовольствие, а в итоге на выходе имеем ряд негатива и отрицательных эмоций. А мы все-таки занимаемся нашим любимым делом не для этого, поэтому надо кайфовать и радоваться жизни.